Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы озвучим Новый Завет с комментариями. Это наш трехтомник выпущенный. Полное толкование блаженного феофилакта. И комментарии здесь даны. Вчера я подсчитал, что Новый Завет, который прямо в Библии, и вот этот. В 7,37 раз, а здесь больше. Больше материал, букв больше, знаков. Ну вот видите, какой он. 852 страницы. Это капитальный труд. И вот как оно выглядит. Это у нас второе издание, уже кончается тоже близко к концу. Желающие могут приобрести. Сейчас не об этом речь идет. Итак, поехали. Номер 11, Евангелие Теана 8, 28 по 29. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил меня Отец Мой, так и говорю. Пославший меня есть со Мною. Отец не оставлял меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Толкование блаженного Феофилакта. «Вы, говорит, думаете, что когда распнете меня, будете свободны от всякой заботы и избавитесь от меня. А я говорю, что вы узнаете, что это Я, то есть Христос, Сын Божий, все носящий и держащий, евреям 1, 3, и что я не противник Отцу, не действую и не говорю сам от себя, ибо не имею собственной воли, отличной от воли Отца. Как же они узнают Его на кресте? Из знамений того времени, из воскресения Его и пленения их, ибо все это могло обнаружить Его силу. Ибо Отец не предал бы вашего города римлянам в отомщение за меня, и не совершил бы знамений на кресте, если бы я не был сыном Его и единомысленным, а не противным Богу. Впрочем, такую уничиженную речью Он нисколько не вредит своей славе, но слушателям приносил пользу, да и свою славу через это упрочивал. Ибо слушатели, слыша, что Он все относит к Отцу, охотнее прилагались к Нему и веровали в Него, так что смирение более возвышало Его. Иоанна 8, 30-32. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Толкование. «Чего бы ни случилось с ними, немогущими постигнут глубины богословского таинства, когда высота Его славы осталась непостижимой и для христиан, познавших Его, силу и спасенных им. Когда услышишь, что многие уверовали, понимая так, что уверовали просто и как случилось, а не как должно было. Уверовали потому, что им понравилось смирение в речах, а что они не были верующими в точном смысле, это очевидно. Ибо Он к уверовавшим иудеям говорил, «Если пребудете в Слове Моем». Сим показывает, что хотя они уверовали, но поверхностно, и потому не останутся в вере, обличая же их в этом, показывает, что Он знает сердца их и есть Бог. А как некоторые из прежних мнимых учеников Его удалились, посему к уверовавшим теперь Он говорит, «Хотя те удалились, но если вы пребудете в Моем Слове и вере, то познайте истину, то есть Меня, ибо Я есть истина». Иоанна 14,6 «Ныне же вы не знаете истины, потому что закон, блюстителями которого вы себя почитаете, не есть истина, но образ и тень. Если познаете Меня, который истинен, то истина освободит вас, то есть Я освобожу вас от грехов. Ибо кто верует во всем... Кто верует во вздеблющий в грех мира, тот без сомнения свободен от грехов. Как неверующим Он сказал, что умрете во грехах своих, Иоанна 8,21, так тем, которые пребудут в вере, обещают свободу от грехов. Ибо законные жертвы и окропления, как образы, не освобождали от грехов, а жертва духовная и истинная через веру и познание освобождает от грехов нас, которые уже не остаемся рабами, но соделываемся сынами Божьими». Иоанна 8,33,36. Ему отвечали, «Мы семьи Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Толкование. Гордые иудеи опять привязываются к суетному благородству и с яростью говорят, «Мы семьи Авраамова». Если и нужно им было негодовать, то на что-нибудь другое. Он сказал им, «Вы познаете истину». Посему им следовало бы сказать, «Что же ранее звер...» Что ж, разве ныне мы не знаем истины? Разве все предписания закона и наше познание ложны? Но они ни о чем таком не заботились. Они беспокоятся о делах мирских, думая, что он укоряет их в рабстве и низком происхождении. Мы семьи Авраамова. Нигде они не упоминают о своих достоинствах, но обращаются к отцам. Господь не облечает их во лжи. Его цель – доказать не то, что они рабы человеков, но что они рабы греха. А это рабство и есть самое тяжкое, и от него может избавить один только Бог. Ибо отпускать грехи – дело одного только Бога. Посему говорит, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. А посему и вы, поскольку грешны, также рабы». На это они могли сказать, что хотя мы и подлежим такому рабству, но у нас есть жертвы, есть священники, которые очищают нас от грехов. Он говорит, что и они рабы, потому что все грешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23. «Впрочем, священники ваши, будучи сами рабами, не имеют власти другим прощать грехи». Об этом яснее говорит апостол Павел. Именно, что священник должен приносить жертву из-за самого себя, как за народ, потому что и сам обложен немощами. Евреям 5.2.3. «Итак, те священники ваши, будучи рабами, не имели власти прощать грехи, а я, сын, пребывающий в дому, то есть имеющий власть и самостоятельное начальство, владыка дома, одарю вас свободою, потому что все мое, и я единосилен и единовластен с отцом. Когда я вас освобожу, тогда вы будете почтены истинной свободою. Теперь вы присвояете себе ложную свободу, а мной будете освобождены существенно и истинно». Иоанна 8.37.38. «Знаю, что вы семья Аврамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Толкование. «Вы, — говорит, — считаете себя семенем Аврамовым. Я согласен с тем, что вы сохраняете плотское родство с этим святым, но у вас нет с ним родства по духу. Он праведен, человека любив и странно приимен. А вы, — умалчиваю, уже о прочих сторонах вашей жизни, а выставляя самое явное, что вы теперь делаете, дышите убийством и ненавистью к людям. Ибо вы ищете убить меня и злоумышляете против меня. Как же вы истинные его дети, когда так далеки от свойств отца? Если хвалитесь с родством, то должны подражать и добродетели его. Чтобы они сказали, что мы справедливо ищем убить тебя, он выставляет причину. Вы, — говорит, — беснуетесь против меня, не за другое, что, как за то, что слово мое превышает ваше разумение и не вмещается в вас. Между тем, за это нужно было бы не убивать, а уважать и почитать. И сильнее желать, чтобы я научил высоте догматов. Чтобы опять не сказали ему, что мы из-за слова твое справедливо ненавидим тебя, потому что ты говоришь нам не от Бога, а от самого себя. И потому мы не можем принять твое учение. Он прибавляет, «Я говорю не сам от себя, но говорю то, что видел у отца моего». А вы делаете то, что видели у отца вашего. «Я», — говорит, «возвещай божественное и небесное, и тем являю отца моего». А вы своими делами являете отца вашего, то есть дьявола. «Когда слышишь все слова, я говорю то, что видел, то не думай о телесном видении, но разумей знание естественное, истинное и самое верное. Как глаза, здравовидящие дело и истину, видят истину и не обманываются, так и я истинно говорю то, что узнал от отца». Иоанна 8, 39, 41. «Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы нет любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Толкование. «Он выставляет отцом их дьявола, потому что в делах их видит их подобными ему. Они постоянно выставляют Авраама. Господь часто напоминает об их преступном намерении и отрицает родство их с праведником, для того, чтобы пресечь лишнюю хвостливость их и убедить, что надежду нужно полагать не в суетной гордости плотским с родством, а в сходстве произволения. Поистине, как врач душ, он утешает в них воспаление, происходящее от мечтания о сродстве с Авраамом и препятствующее им прийти ко Христу. Ибо они с родство это считали достаточным для своего спасения. Итак, вы, дышащие убийством и ищущие умертвить меня, не дети Авраама. А они опять говорят, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Смотри, какая надменность! Господь отрицает родство их и с Авраамом, а они до того тщеславны, что в безумии сами себя называют детьми самого Бога. Они хвалятся сыновством Божиим, вероятно, потому что слышали слова «Сын мой первенец Израиль» Исход 4.22 Но они должны были знать, что Бог говорил и в другом месте «Сыновей родил и возвысил, а они отверглись от меня» Исайя 1.2 Господь мог бы обличить их в том, что многие из них рождены от любодеяния, так как вопреки закону жены еврейские вступали в связи с язычниками, связи, а языческие жены с аудеями, однако же он не делает этого, ибо он не о том заботился, чтобы доказать неблагородство их телесное, но главным образом хотел доказать, что они низки по душе. Иоанна 8.42-43 Иисус сказал им «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего». Толкование. Так как Он исключил их из родства с Аврамом, то они поднялись еще выше, называют отцом своим Бога, Он укорил их как убийц. А они, защищая себя, говорят, что они мстят за Бога, и потому-то составляют совет против Него. Восьмой Господь, показывая, что они, не зная Бога, что они не за Бога вступаются, по самому замыслу своему хотят убить Его, и не суть дети Божии, как они думали. Но даже противники Богу говорят, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, ибо я от Бога сошел в мир, то есть явился во плоти, я не противник Богу, я от Него пришел. Посему восставая на Меня, вы враги Богу. Почему вы не познаете речи Моей, не разумеете и не понимаете того, что я говорю, без сомнения, не по тому другому, чему, как по тому, что не можете слышать Слово Моего, то есть не хотите, ибо немощь употребляется вместо не хотеть. Доколе вас живет зависть и убийственный замысел, как вы можете слушать, что я говорю? Иоанна 8, 44, 45. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и Отец лжи, а как я истину говорю, то не верите мне. Толкование. Вы не можете слушать Слово Моего, вместо не хотите. Потом приводит причину, по которой они не хотели слушать то, что у них свой отец, именно дьявол. Хотя вы безумно и приписываете себя в дети Богу, как отцу своему, но дела ваши свидетельствуют, что дьявол для вас есть отец более родной. Вы хотите исполнять похоти его. Не сказал дела, но похоти показывают, что они очень склонны ко лжи и убийству. Двум видам зла, кое весьма свойственны дьяволу. Он был человек-убийца от начала. посему посему и вы ища убить меня уподобляетесь ему, убившему Адама. Он в истине не устоял, то есть отец лжи. И вы, когда лжете на меня и говорите, что я не от Бога, не стоите в истине, не пребывайте в слове моем. Вы дети его, породившего ложь. Ибо он и людям клеветал на Бога, когда говорил Еве, что он возбранил им древо зависти, равно и Богу клеветал на людей, например, на Иова, говоря, что Иов чтит Бога недаром. Когда он говорит ложь, говорит свое. Люди, когда лгут, пользуются как бы чужой ложью, а дьявол употребляет ложь как собственность, ибо она его порождение. И лжец в собственном смысле, и отец лжи есть он сам. Он сказал Еве, в который день вкусите, будете как боги бытие 3,5. А они, Адам и Ева, получили смерть, а мне не верите, потому что я говорю истину, не имея обвинить меня ни в чем ином, кроме истины, вы за сие самое и восстаете против меня, как сыны отца лжи. Иоанна 8,46,50. Кто из вас обличить меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога? На это иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес тебе? И Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Толкование. Они сами себя называли сынами Бога. Он говорит, если вы сыны Бога, вы, конечно, должны ненавидеть грешника. Если и меня, которого ненавидите, можете обличить во грехе, очевидно, ненавидите меня справедливо. Если же никто не может обличить явно, вы ненавидите меня за истину. Называли его самарянином, как нарушителя иудейских обычаях, например, субботнего покоя, так как самаряне не соблюдали в точности иудейского закона. Объяснующимся называть его, может быть, подобно тому, как говорили, что он и бесов изгонял силой князя бесовского, Лука 11, 15. Ибо все клеветавшие, что он изгонял бесов силой Вильзевула, говорили, что он имел в себе Вильзевулова беса, которым и совершал чудеса. А как он открывал их помыслы и пожелания, то, может быть, считали его беснующимся и потому, что обдумали, будто тайные сердца их, открываемые ему, были бесами. Как за такую обиду наносим мне, потому что я вступаю за него и не позволяю вам называть самих себя сынами его. Иоанна 8, 51, 52. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что без тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Толкование. Кто соблюдет слово мое, мое слово, то есть с верой соединит и жизнь чистую, ибо тот только истинно соблюдает учение Господне, кто имеет и жизнь чистую. Такой не увидит смерти, которые умирают грешники, предаваемые в будущем веке бесконечному мучению и отпадающие от истинной жизни. Вместе с ним дает им знать, что если соблюдающий слово мое не умирает, тем более я, зачем же вы хотите убить меня, над которым смерть имеет так мало власти, что я даже и другим дарую истинную жизнь. Иоанна 8, 53, 55 Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава мое ничто. Меня прославляет Отец Мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю слово Его. Толкование Безумцы, не понимая, о какой смерти говорил Господь, что она не коснется верующих в Него, говорят ему нечто безрассудное и безумное. Смотри, как они отвечают, неужели ты больше отца нашего Авраама? Им следовало бы сказать, неужели ты больше Бога? Слушавшие Слово Божие умерли, а слушающие Твое не умрут. Ты недостойный ни одного слова, сын плотника, галилеянин, чем ты себя делаешь? Ни дела, ни истина, ни писания, но ты сам чем себя делаешь? Ибо ты сам присвояешь себе славу, а ныне вы сына его не почитаете. Очевидно, вы не признаете его отцом моим, но вы не признаете его и просто Богом, иначе вы боялись бы слов его как Бога. Ныне же вы решительно пренебрегаете им. Он постановил законом не убий. Вы ищете убить меня, и при том тогда, как не можете обличить меня во грехе. Отсели ясно, что вы совершенно не знаете его, а вы преступники его заповедей, находитесь в плену, предаваясь злым похотям, жаждете убийства и многое другое, воспрещенное законом, совершаете со страстью, и тем ясно обнаруживаете, что не знаете его, ибо если бы вы знали его, вы соблюдали бы слово его, то есть заповеди. Иоанна 8, 56, 59. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама, Иисус сказал им, истина, истина говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть тогда взяли каменья, чтобы обросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Толкование Днем называют крест, ибо его прообразовал Авраам в принесении Исаака и в заклании Овна, как тот нес дрова, так Господь нес крест, и как Исаак был оставлен и заколот Овен, так он, как Бог, прибыл вне страдания, а пострадал человечеством и плотием. Провидя сей день креста, как день всемирного спасения, Авраам возрадовался, показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так как хвалит того, кто радовался кресте, ибо через него спасение вселенной. Иудеи не в силах будущей возвыситься до смысла слов его, вместо того, чтобы спросить и узнать, о каком он говорит дне, который видел Авраам, еще более осмеивать его, будто бы он говорит что-то безрассудное. «Тебе говорят, нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама. Сказали так, думая, что Господу близ пятидесяти лет, тогда, как ему было около тридцати трех лет, а с чего не сказали они, тебе нет еще сорока лет, но пятидесяти. Об этом излишне бы и спрашивать. Может быть, они упомянули о пятидесяти годах без определенной мысли. однако же некоторые говорят, что они так сказали, потому что у них особенно чтился пятидесятый год, то есть юбилейный год, в который рабов отпускали на свободу, покупщики уступали свои приобретения и делали все иное, что относилось к чести. Что же Господь говорит? «Прежде нежели был Авраам, я есть им». Смотри, не сказал «Прежде нежели был Авраам, я был, но я есть им, ибо это изречение есть им свойственное Богу, потому что означает бытие непрерывное и всегдашнее. Так и Отец его в Ветхом Завете выразился о себе «Я есть мсущий». Исход 3.14 «Об Аврааме, как тленом, прилично сказал был, ибо что получило бытие, то и разрушается». А слово «Есмь указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность». Посему и они это изречение, как приличное одному только Богу, приняли за хулу и взяли каменья на него, но он опять со смирением скрывается, чтобы не умереть прежде определенного дня его смерти времени. «Как скрывается, он не спрятался в угол храма, не убег в домик, не прислонился к стене или за столб, но божескую властью сам себя сделал невидимым для наветников, хотя вышел посреди них, и пошел далее, то есть пошел так просто до некоторого времени, а они бросают каменья в него, посему то они он и оставляет их как уже не способных к исправлению. Заметь, что каменья бросают те, о которых евангелист сказал, что они уверовали в него. Значит, вера их была не вера, но какое-то привременное и холодное расположение крещам Христовым. Иоанна 9.1.2 «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рови, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Толкование. Господь уходит из храма, чтобы укоротить сколько-нибудь гнев иудеев, ибо как он мог согрешить прежде рождения своего? Апостолы, вероятно, не разделяли языческого судеверия о том, будто душа прежде соединения с телом живет в ином мире, и за грех, как бы в наказание не сходит в тело. Будучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать, ибо подобные мысли принадлежали мудрецам. Итак, вопрос кажется неразумным, но не для внимательного, но не для внимательного, ибо знай, апостолы слышали, как Христос сказал расслабленному, вот ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Иоанна 5,14 Теперь видят слепого и недоумевают, и как бы так говорят, положим, что тот расслаблен был за грехи, но что ты скажешь об этом, он ли согрешил, но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения, или родители его, нельзя и этого сказать. Потому что сына за отца не наказывают. Итак, апостолы в настоящем случае не столько спрашивают, сколько недоумевают. Слагать грехи отцов на детей ни в чем не виноватых несправедливо. Это внушает и Бог через Иезекииля. Да не будет у вас больше поговорки этой отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Иезекииль 18.1.2 А через Моисея постановил законом, да не умрет отец за сына. Второзаконие 24.16 Исход 34.7 Это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о тех, которые вышли из Египта. Потом смотри на смысл приговора. В нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказание за грех отцов переходит и на детей, когда дети совершали такие же грехи. Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же, чем отцы их, хотя бы согрешили и хуже их, говорит им, нет, не так. Грехи отцов, то есть наказание, перейдут и на вас, потому что вы не сделались лучшими, но совершили грехи такие же и даже худшие. Посмотри. Если видим, что нередко и дети умирают в наказании родителям, то знаем, что Бог берет их из здешней жизни по человеколюбии, чтобы в жизни не делались хуже родителей и не прожили на зло своей душе или даже многих других, но без судеб Божьих сокрыло эти случаи в самой себе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok